Куда и какой объем азербайджанского газа течет в 2023 году, станет известно 3 февраля на встрече министров энергетики стран-участниц проекта «Южный газовый коридор». В этот день представители пяти стран Европейского Союза обсудят в Баку видение того, как планируется увеличивать поставки голубого топлива из Азербайджана. Президент Болгарии Румен Радов поделился этой новостью на встрече с министром энергетики Турцией Фатыхом Донезом, который состоялось в Софии. Это проект, который позволит с минимальными средствами и сразу начать перекачку дополнительных объемов природного газа из Азербайджана в Европу. По инициативе Болгарии к этому проекту присоединились и Румыния, Венгрия, Словакия и Австрия, заявил президент Болгарии. Мы видим, что уже наш рынок сбыта, уже страны, которые будут потреблять азербайджанский газ, увеличиваются. Это позволит нам не только в долгосрочной перспективе экспортировать наш газ в Балканские страны, в Восточные и Восточноевропейские страны. Мы видим, что геополитическая ситуация и сегодняшний парадигма развития мировой экономики приводит к тому, что зависимость от азербайджанского газа в Европе увеличивается. В феврале же Азербайджан посетит министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович анонсировала на свой визит еще в декабре 2022 года. Поводом послужит заседание консультативного совета по проекту Южного газового коридора. Интерес к этому проекту заметно вырос во второй половине прошедшего года. Кстати, одним из знаменательных событий уходящего 2022 года стало подписание меморандума по поставкам электроэнергии между Азербайджаном и Венгрией и соединение их сетей через Грузию и Румынию. Таким образом открывается новый канал для поставок в европейском направлении энергоносителей. В целом же спрос на газ быстро растет. Вместе с ним расширяется география поставок. Поэтому ожидается, что в 2023 году экспорт азербайджанского газа на европейские рынки вырастет до 11 миллиардов 600 миллионов километров газа.